эта подушка у нас право это у нас левая передняя подушка это у нас верхняя задняя подушка двигателя это уже подушка коробки переда ну и теперь главная фишка этой подушке здорово народ в этом видео речь у нас пойдет о всех подушках двигателя вас 2112 это 124 мотор 1 и 6 литра 16 клапанов возможно в соседних вазах передний привод 10 семейства они аналогичные вполне возможно что на и приоре дальше тоже похоже в общем что мы имеем эта подушка у нас правая правая подушка двигателя которая у нас крепится рядом с р.м. и опирается на правый лонжерон это у нас левая передняя подушка двигателя в смысле левая подушка двигателя она крепится у нас на коробку передач с помощью вот этих вот ушей и вот этого отверстия вот так вот она крепится на коробке и потом встает сюда фиксируется вот в это в это в эти места на левый лонжерон это у нас верхняя подушка она крепится рядом с р.м. рядом с р.м. вверху она крепится на стакан дальше у нас идет нижняя подушка которая крепится к передней балке вот вот это она и вот это у нас еще подушка коробки передач или задняя подушка двигателя она еще называется на таком вот она кронштейне крепится вот в этими болтами коробки передач и затем между этими пластинами становится вот это вот самая подушка которая как видите у меня порвана мы порвана она поскольку стоит она внизу под машиной вот так вот и у меня удар был спереди поэтому есть не было куда вот типа самортизировать ее просто порвала вот здесь вот пошел вот ее вытащила где-то миллиметров на 5 наверно вытолкнула вот это вот резинку сюда вперед так что она у нас идет под замену и сразу же под замену я комментирую вот эту распаковываю вещь это у меня я взял подушку аэсер овскую вроде бы словения производства или где-то где-то там в том краю восточная европа короче сейчас распакую и посмотрим как каково она качество всяком случае хотя бы с виду так выглядит подушка это вот таким вот образом отлита кстати достаточно хорошо вот тут вот осталась тоненькая пленочка резина так смотрим что она ну по сути то же самое как бы отлите аналогичная вещь по поводу ушей вот этих вот вот этого обвода заводская более толстая но тут прям конкретно видно даже не вооруженным глазом что она реально тоньше вот работает это дело вот в этой вот плоскости вниз вверх то есть вращательное движение двигателя вот она гасит вот таким вот образом не сверх металл работает на растяжение вот в этом месте и его здесь вполне достаточно вот плюс тут вот отбита ребра жесткости которая вот этот вот поворот делает более грубым здесь этого ребра почти нету она начинается немножко ниже то есть то что его вот тут вот отбили она как раз должно по расчетам по сопромата там по проектированию как раз компенсировать уменьшенную толщину вот этого металла так что инженерия современная типа удешевление но с другой стороны я думаю что это будет держать не хуже вот что тут можно проверить разве что влезет ли болт в него ну то я думаю влезет современные технологии уже я думаю научились дырку нужного отверстия делать короче это будет у нас вместо вот этого еще одна подушка которая есть это уже подушка коробки передач показываю вам родную подушку стоит она на машине вот так перед машины вот там она неправильно поставил вот так потому что видите она вот так вот дугой стоит потому что удар был спереди ее вот так вот выдавила соответственно здесь вот порвала резину и вот смотрите вот здесь вот резина тоже порвана вот такой вот получился удар сюда у нас вставляется сфера маленькая рычага кпп то есть он вот здесь зафиксирован и он в ней болтается и здесь вот смотрите видите вот это вот движение это то самое движение когда мы рычаг утапливаем вниз и двигаем в эту сторону для того чтобы включить заднюю передачу вот это вот как раз вот этот ход вместо нее я буду ставить вот это вот я так думаю что я и буду вот тоже производство асср номер тут можете наблюдать написано куда она подходит сейчас распакую и расскажу нюансы что нравится что не нравится так но нравится мне в ней то что она недорого стоит раз что она отлита вроде бы неплохо 2 и что она целые три все больше в ней мне ничего не нравится особенно не нравится то что для нижней сферы вот здесь вот нету нормально оформленной ячейки вот смотрите мне прям реально обидно было когда я ее купил я вот эту вещь на фотографиях в интернете не было видно я ее не заметил мне кажется что ее не везде вот так вот и фотографируют чтобы увидеть вот это то есть здесь вот сфера хорошо встала она зафиксирована в положении вниз вверх и рычаг не будет не сверх болтаться а вот тут нету фиксации вот этой сферы тут она придерживается только чтоб она вверх не выскочила резиночка и резиночка пружинка здесь мягенькая а здесь но реально жесткая тут чтоб на заднюю переходить прям нужно с усилием таким будет нажать на этот рычаг а тут она прям мягусенькая короче обидно реально я сейчас вот эти вот размеры посмотрю вдруг она подходит у меня есть идея вот это вот пластиковую сердцевину с более жесткой пружинкой отсюда вынуть тут вам видите пружинка кольцо вот это вот фиксирующий я его вытащу вытащу вот это вот дело и попробую вот это нутро ставить вот сюда и возможно у меня получится идеальный бюджетный вариант для замены вот этой подушки она будет и хорошо держать рычаг информативность переключения останется максимальной и она будет новая дешевая бюджетная сейчас попробую что народ кажется это успех перед началом процедуры я взял штангель померял вот это вот отверстие ну его тут поверх вот этой стопорной пружинки можно было замерить и вот это вот это оказалось немножко больше на пол миллиметра я понял что шанс есть когда его вытаскиваешь разбирается она вообще элементарно так что справитесь и без съемок и внутри она здесь очень очень простое просто максимально примитивная конструкция теперь у меня есть вот это вот дело кстати она здесь помазана я не знаю наверное завода его мазали что она в мазуте и смотрите насколько большая разница прям ощутимо большая разница и в толщине витка и в размерах вот это вот сюда забрасываю вот это вот в родимой мазутки я его потом наверное протру или наверное лучше сейчас протру из соберу уже на на свежей мазуте а то что то совесть не позволяет собрать в таком виде так ну что ж это победа я прям мега доволен это действительно получилось идеальное бюджетное решение благодаря тому что я с родной забрал вот эту вот хорошую красивую обойму которая будет классно удерживать сферу рычага прям вот теперь я доволен это прям класс внутри я ее намазал там серой универсальной липкой мазута и вот немножко наверное вот это она осталось тут ну короче такое внутри вот этой вот сферы я не добавлял смазки видите немножко она сверху еще старая осталась я вымыл бы вымыл вот эту капроновую штучку в бензине и я туда масло будут напихивать уже тогда когда буду устанавливать сюда сам рычаг чтобы это масло не собирала сейчас у меня всякую пыль хотя можно намазать просто перевернуть чтобы она лежала и пыль не собирала но все-таки я лучше уже потом по факту мазну и ставлю рычаг чтобы уже она была готовенькая красивая на месте вот а так чистая будет будет лежать на поготове это дело я сейчас наверное просто так вот соберу вот то есть пружинка вот это вот капроновая штуковина я вообще не понимаю как можно было конечно сделать вот настолько упростить но я понимаю как это можно было сделать но у меня вопрос на что они рассчитывали ну как она там должно работать если у меня что сфера стоит а наш вниз может провалиться я понимаю что она удерживает что прочах вверх не выскочил на шушу шута что-то до конца я не не понимаю вот и вот это упрощение слишком уж удешевили конструкцию вот это дело на место стало вот это немножко сложнее конечно ставить потому что вот эти вот ушки у меня нету специальных специального инструмента поэтому я брал вот такие вот штучки в центр ставил отвертку придавил его вот это кольцо поставил сверху его так зажал упустил я отпустил вот и получилось у меня готовенький результат короче я мега доволен вот такой вот обзор был по подушкам по подготовке к сборке и установке вот на этом в этом выпуске все до следующих ну и теперь главная фишка этой подушки подсмотренная в интернетах когда вы ее вставили вот эта подушечка то для того чтобы ее не насиловать сверху не бить и и молотком туда не забивать в собранную снимаем вот это вот стопорное колечко черное вот вынимаем немножко вверх пластик и в него легко вставляется шарик рычага после этого как видите сейчас какое положение задняя передача и она придавлена она зафиксирована внизу держит все хорошо теперь мне нужно просто взять это колечко и его вставить зафиксировать одной рукой могу вставлять второй мы еще немножко дополнительно придавить заднюю передачу чтобы мне было удобно его ставить вот такая вот хитрость установки